Глава 21. Народ Израиля. В Торе сказано, только с вашими предками Господь стал близок. Он полюбил их и потому выбрал вас, их потомков, из народов, как сейчас. Дворим 10.15. Сфорно комментирует, Бог изменил природу этих славных тел, неба и земли из-за вас, то есть через заслуги патриархов. Без сомнения, это было только для того, чтобы создать нечто более славное, совершенного человека, настолько подобного своему Создателю, насколько возможно, созданного по образу и подобию Бога. Берешит 1.26. Конец цитаты. Бог выбрал Израиль, чтобы он символизировал совершенное человеческое существо, созидающее мир в высшей святости и добре, как желал того Бог в начале творения. Я уже приводил цитату из Евамот 61 Алиф о том, что Израиль, в отличие от других народов, называется Адам. Дело в том, что к Израилю перешла миссия, первоначально возложенная на Адама – венчать Бога царем над собой и всем миром. Таким образом, Израиль должен осветить мир добром, открывая для него Божьи качества и ценности. Творец создал этот мир полностью добрым и хорошим, что и подтвердил сразу же после сотворения. Бог увидел все, что сотворил, «И вот это было очень хорошо» – Берешит 1, 31. В данном случае «очень хорошо» означает «полностью хорошо». Когда Адам согрешил, Бог увидел, что невозможно естественным путем сделать так, чтобы все человечество было добрым. Тогда Бог решил создать посла, Божьего Мессию на земле, который будет учить народы Божьим путям, станет для них светочем. Этим Мессией и стал Израиль. Израиль получил имя Адам, потому что должен был продолжить дело Адама, который не справился со своей миссией. Шир-Гаширин, раба 2, 2, 3, говорит, «Мир был создан только ради Израиля», то есть ради той миссии, которая была возложена на Израиль. В Зевахим, 116 алиф, говорится, «Когда Израиль получил Тору, Божий голос пронзил Вселенную от края до края, и все цари затрепетали от страха в своих дворцах». Все они собрались к Беламу и спросили его, «Что это за великий голос, который мы слышали?» Он ответил, «Бог испытал чудесное наслаждение в своей сокровищнице. Она была спрятана 974 поколения до создания мира, и теперь он решил дать ее своим детям». Конец цитаты. «Мы снова видим, что Израиль стал Божьим послом, чтобы созидать и совершенствовать мир по образцу Торы». Смотри, брешит раба 1, 1. «Об этом же говорит Маорал, Нецех Исраэль, глава 14. Израиль особенный, он отделен от всех народов. Народы находятся на материальном уровне, тогда как Израиль более духовный. Я объяснял это много раз, как сказали наши мудрецы, Евамот 61, Алиф. «Ты был назван Адам, а народы не названы Адам». Конец цитаты. «Для них очевидно, что Израиль в сравнении с народами, словно человек, в сравнении с тварями без языка». Конец цитаты. Речь вовсе не в том, что потомки Ноя не люди, а животные. Дело скорее в том, что народы соотносятся с Израилем так же, как животные соотносятся с Адамом. Бог дал Израилю ту миссию, которая изначально была поручена всему человечеству, и вместе с ней вселил в душу еврея святость, чистоту, возвышенность и духовное совершенство, которыми не обладает остальное человечество. Об этом пишет Малбим, Тора Ор в начале раздела Порошат-Хукат. «Когда дерево, у которого только растительный дух, умирает, его остаток — гниль и земля, но не нечистота. Когда умирает живое создание с его жизненной сущностью, оно названо невела. Корень Навал подразумевает низость, и всякий, кто его берет или касается, становится духовно нечист. Когда умирает человек, хранящий Тору из заповеди и владеющий божественным духом, его тело более омерзительно, чем труп животного, и все, кто с ним под одной крышей, становятся духовно нечисты на семь дней. Это потому, что когда человек умирает, его дух не просто исчезает, но остается злая сущность, нечистота которой противоположно духовности отошедшей души. Следовательно, тела неевреев не загрязняют тех, кто с ними под одной крышей, потому что их души лишены этого духовного совершенства. Конец цитаты. Точно так же Магараш комментирует изречение наших мудрецов «Тот, кто спасает душу еврея, согласно Писанию, спасает весь мир» Санедрин 37 Алиф. «Наши мудрецы говорили, именно еврейская жизнь, потому что только Адам был создан по образу Всевышнего, единственного Бога Вселенной, и Яаков был создан по этому же самому образу, как мы говорим в Бавабатра 58 Алиф. Не евреи, однако, не являются образом Адама, но подобны другим творениям. Кто убивает одного из них, не уничтожает весь мир, и точно так же тот, кто спасает одного из них, не спасает весь мир». Конец цитаты. Следовательно, мы не должны сравнивать Израиль с народами, «Ведь Творец избрал нас для возвышенной миссии. Бог назначил нас своим первенцем, дал нам высокую и чистую душу. Дав нам Тору на Синая, Бог нас очистил». Евамот 103 Бет. Цитата. «Когда появился змей Хавы, Бог загрязнил ее». «На Синая загрязнение Хавы прекратилось, но для народов, которые никогда не были на Синая, их загрязнение никогда не прекращалось». Конец цитаты. «Тору получил только Израиль и никто больше. Как сказал царь Давид, Таилин 147, 20. «Он не поступал так ни с одним другим народом. Его уставы они не знали. Восхвалите Бога». Конец цитаты. Две тысячи лет Бог искал человека, который мог бы выполнить задачу Адама, но несколько иным образом породить особый избранный народ Бога. Этот народ должен был и очиститься сам и призвать остальной мир к принятию небесного ярма». Шмот Раба 15, 7. Цитата. «Я вижу этот народ с вершины гор». Бамидбар 23, 9. Комментарий. «Это патриархи, как сказано, «Слушайте горы, спор Господа»» Михей 6, 2. Когда Бог впервые решил создать мир, Он не мог это сделать, пока не появились патриархи. Это как царь, который решил построить город и начал искать место для него. Когда Он начал закладывать фундамент, из земли поднялась вода и помешала закладке фундамента. То же произошло, когда Он попробовал на другом месте. Наконец, Он нашел большой камень и сказал, «На этом камне Я заложу город». Точно так же изначально вся вселенная была водой, и Бог хотел создать миры, но нечестивые не позволяли Ему. О поколении Ханоха сказано, «Имя Господа тогда хулилось», Берешит 4, 26. Вода поднялась и затопила их, как сказано, «Кто создал медведицу Орион и Плеяды и хранилища южного ветра, приносящего штормы?» Йов 9, 9. Так же и поколение потопа было нечестивым. Они сказали Богу, «Удались от нас!» Там же 22, 17. Вода поднялась и не дала Богу насадить основание на ней, как сказано, «Их основание было погружено в реку». Там же 22, 16. Так же сказано, «В тот день все источники великой бездны разверзлись», Берешит 7, 11. Как только появились патриархи и доказали, что они этого заслуживают, Бог сказал, «Я сделаю так, что вселенная будет основана на них». Как сказано, «Ибо столпы земли принадлежат Господу. Он основал мир на них». 1 Шмуэля 2, 8. Конец цитаты. Бог 2000 лет ждал, когда появится один единственный достойный человек для рождения великой нации. Такой человек появился только тогда, когда Бог дал разум и понимание нашему праотцу Аврааму, подготовив его к исполнению великой миссии. Однако Авраам должен был использовать эту богоданную мудрость самоотверженным образом. Об этом сказано в Берешит Раба, 38. Авраам был готов повести весь мир к раскаянию. Конец цитаты. Смирение не может породить величие, и Бог усовершенствует дух отдельных людей, готовя их к величию. Однако если они не пользуются этим божественным подарком, он пропадает. Как сказали мудрецы, Эстер Раба 6, 13. «Ной был готов признать своего Творца». Конец цитаты. Однако он не отдал себя в жертву ради этого. Семья Авраама была тесно связана с царским окружением и жрецами идолопоклоннических культов, что содействовало умственному развитию юного Авраама. Мы видим это из того, что в Террах изготавливал и продавал идолов, что было невозможно без разрешения жрецов. В этой ситуации у Авраама была возможность созерцать мир и размышлять. То же относится и к Моше. Бог сделал так, что Моше вырос во Дворце Фараона в окружении блеска и величия. Как бы то ни было, если человек не готов к самопожертвованию, усовершенствование от Бога проходит для него впустую. Так в Перкей-де-Рабе-Элезер мы читаем глава 26. Когда родился Авраам, все важные люди Дворца Немрода хотели убить его. А нет цитаты. Это напоминает инцидент с Авраамом, о котором говорится в Бет-Хамидраж, часть 2. Когда родился Авраам, на востоке взошла звезда и проглотила 4 звезды 4-х ветров. Мудрецы Немрода сказали ему, «Терах стал отцом сына, от которого, согласно предсказанию, произойдет народ, который наследует этот мир и будущий мир». Конец цитаты. Немрод решил убить Авраама, и Терах прятал его до тех пор, пока не решил, что он умер. Медраж продолжает, «Когда Аврааму было 3 года, он покинул пещеру и удивился, кто создал небеса, землю и меня. Он молился весь день солнцу, вечером солнце зашло на западе и на востоке взошла луна. Когда он увидел луну, окруженную звездами, он сказал, «Вот что создало небеса, землю и меня, а эти звезды – его служители и слуги». Он простоял всю ночь, молясь в луне. Утром луна зашла на западе, и солнце взошло на востоке. Он сказал, «У них нет силы, у них есть господин, я буду молиться ему и поклоняться ему». Конец цитаты. Похожую мысль мы находим в Береши Траба, 39.1. Один человек ехал из дворца во дворец и увидел, как горит большой дом. Он сказал, «Может ли этот дом не иметь владельца?» Владелец посмотрел на него и сказал, «Я его владелец». Также, когда Авраам сказал, «Может ли этот мир не иметь господина?» Бог воззрел на него и сказал, «Я господин мира». Конец цитаты. Уже ребенком Авраам понимал, что идолы его отца и его страны – ничто. Однако, тогда он еще не видел им альтернативы. Сначала он думал, что верховной силы нет, но потом изменил эту точку зрения. В какой-то момент он решил, что эта сила находится по ту сторону тверди, но и от этой мысли впоследствии отказался. Наконец, в 48 лет Авраам настолько усовершенствовал свой разум, что узнал своего Творца. Он понял, что верховная сила невидима. После этого он отдал всего себя выполнению этой великой цели – возвещать единственность Бога и освещать Его имя. В Недарим 32 алиф говорится, «Когда Аврааму было три года, он узнал своего Творца, как сказано, это потому, Экев, что Авраам послушал мой голос и сохранил мое руководство, мои заповеди, мои уставы и мои законы» Берешит 26.5 Авраам прожил 175 лет, а цифровое значение слова «Экев» – это 172. Таким образом, делается вывод, что из 175 лет Авраам соблюдал законы Бога 172 года, то есть, начиная с трех лет. В Берешит-Раба 38 говорится, «Ной был Гая, безупречен в своем поколении» – Берешит 6.9. Всякий, кто описывается словом «Гая», праведен от рождения до смерти. Они ответили тому, кто это сказал. Разве не говорится, «Авраам был Гая» «Моя, уникален» и он наследовал землю?» Ехескель 33.24 «Был ли Авраам праведен от рождения? Разве сразу он узнал своего Создателя?» Он ответил им, «Здесь тоже нет противоречия, поскольку раби Леви, цитируя Реш-Лакиша, сказал, «Когда Аврааму было три года, он узнал своего Создателя, то есть первые три года не считаются. Однако, что можно сказать о точке зрения раби Ханины и раби Йоханана, согласно которой Авраам узнал своего Создателя, когда ему было 48 лет?» Авраам родился, уже будучи готов повести все человечество к покаянию, и ему только требовалось узнать о Боге. Конец цитаты. Рамбам объясняет этот текст так. Илхот Аводазара 1.3 Отнятый от груди, но еще ребенок, Авраам начал глубоко размышлять. День и ночь этот великий дух задавал себе вопрос, как наш мир может действовать без Господина. Он размышлял, кто им управляет, ибо он не может управлять сам собой. Никто не учил его и не сообщал ему ничего. В Урка-Сдиме он пребывал среди глупых идолопоклонников, своих отца и матери и всего народа, и поклонялся вместе с ними. Постепенно его понимание росло, пока он не постиг истину посредством своего обостренного восприятия. Он понял, что есть только один Бог, что Он управляет миром и создал все, и что во всей вселенной нет Бога, кроме Него. Он понял, что весь мир ошибается, и что ошибка эта произошла потому, что они поклонялись звездам и изображениям, пока не потеряли истину. В сорок лет Авраам узнал своего Создателя. Как только это произошло, он начал оспаривать и спорить с людьми уркоздимо, говоря, «Ваш путь неистинен». Он сломал идолов и начал сообщать людям, что только Бог Вселенной достоин поклонения, только перед Ним надлежит кланяться, Ему приносить жертвы и возлияния, чтобы все люди узнали Его. Он провозгласил, что нужно уничтожить все идолы, чтобы весь народ не ошибался насчет них, как думающие, что нет Бога, кроме них. Как только он победил их своими доказательствами, царь решил убить его, но для него было явлено чудо, и он ушел в Харран. Он начал громко возвещать всему миру, что есть только один Бог всего мира, и только он достоин поклонения. Конец цитаты. Здесь Рамбам говорит, что Авраам узнал своего создателя благодаря особому дару, который он получил в три года, отнятый от груди. Затем он начал глубоко размышлять, пока к сорока восьми годам не достиг совершенства. Все раввинистические источники говорят о сорока восьми, так что я не знаю, откуда Рамбам взял цифру сорок. Поскольку помощников у Авраама не было, а весь мир был против него, Бог открылся ему и помог ему лучше понять его пути и качества. Позже Бог даже сообщил ему фундаментальные заповеди. Шаббат 104 Алиф. Если человек ищет загрязнения, Бог дает ему возможность. Если он ищет очищения, Бог помогает ему. Другими словами, когда Авраам пожертвовал собой ради единственности Бога, Творец открылся ему и научил его заповедям. Путь Авраама к своему Создателю начался еще в детстве, когда он осознал бесполезность идолов. Терах изготавливал и продавал идолов, что показывает, как говорилось выше, что Терах был либо князем, либо жрецом. Без сомнения, юный Авраам видел процессы изготовления и понимал, что сделанное руками человека не может быть господином человека. Мудрецы рассказывают, берешит раба 38-13. Раби Хия, внук Раби Ады из Яфы сказал, Терах был идолопоклонником. Однажды он вышел и оставил Авраама продавать идолов вместо себя. Когда приходил покупатель, Авраам спрашивал у него, сколько ему лет, и тот отвечал, например, 50 или 60. Тогда Авраам говорил, горе 50-летнему, который хочет поклоняться тому, кому всего один день. Покупатель приходил в замешательство и уходил. Однажды пришла женщина и принесла тарелку отличной муки, сказав, возьми это и положи перед идолами. Авраам взял посох и сломал почти всех идолов, после чего вложил посох в руки самого большого идола. Когда вернулся его отец, он спросил Авраама, кто это сделал, и Авраам ответил, я не могу тебе лгать, пришла женщина с тарелкой отличной муки и попросила меня положить ее перед идолами. Я так и сделал, но они все начали спорить, кто будет есть первым. Тогда тот большой идол взял посох и перебил остальных. Тогда Фар рассказал, ты смеешься надо мной? Разве у них есть ум? Авраам ответил, разве твои уши не слышат, что говорят твои уста? Терах взял его и отдал Немроду. Немрод сказал, давай поклоняться огню, и Авраам ответил, давай поклоняться воде, которая тушит огонь. Немрод сказал, давай поклоняться воде, и Авраам ответил, если так, давай поклоняться облакам, которые сдерживают воду. Немрод сказал, давай поклоняться облакам, Авраам ответил, давай поклоняться ветру, который разгоняет Немрод сказал «Давай поклоняться ветру» Авраам ответил «Давай поклоняться человеку, которого ветер не может сдвинуть» Тогда Немрод сказал «Это все пустые разговоры, я поклоняюсь только огню, сейчас я брошу тебя в него и пусть Бог, которому ты поклоняешься, придет и спасет тебя» Конец цитаты Итак, как только вера Авраама достигла полноты, он презрел идолопоклонство и подверг опасности свою жизнь ради единственности Бога Сначала он выступил против идолов своего отца, а затем начал критиковать общество в целом Когда он был ребенком, отец его прятал Немногие из отцов готовы отдать своего сына на казнь из-за какого-то знамения звезд Однако, когда Авраам подрос, он отверг главное верование своего отца и дало поклонство, чем подверг опасности всю семью Тогда Втерах все же решил отдать его властям Авраам завершил свой духовный рост, когда не стал отказываться от своих убеждений, но смело осветил имя неба В Перкей де Раби Элезер, глава 26, говорится, что сначала он сидел в тюрьме Его вторым испытанием было заключение на десять лет Три в Куте и семь в Карду Таким образом, Авраам достиг величия Во вот 5.2 мы читаем Десять поколений от Адама до Ноя записаны в бытии для того, чтобы показать, как велико Божье терпение Все эти поколения постоянно раздражали его, пока он, наконец, не привел на них воды потопа Десять поколений от Ноя до Авраама записаны для того, чтобы показать, как велико Божье терпение Все эти поколения продолжали раздражать его, пока не пришел Авраам и не получил награду, которую должны были получить они, если бы они не отказались от своей доли Авадазара 9 алев Некто учил в доме учения Элияу У мира есть шесть тысяч лет Две тысячи – это хаос Две тысячи – это Тора И две тысячи – мессианская эра Которая не состоялась из-за множества наших грехов Когда начались две тысячи лет Торы Со стиха Души, которые они привели в Харране Берешит 12.5 Тогда Аврааму было 52 года Конец цитаты Бог искал человека, который мог бы начать эру Торы Положить начало избранному народу И стать Божьим посланником Который распространит подлинно еврейскую идею по всему миру Такой человек должен докопаться до истины самостоятельно И не бояться рискнуть ради нее своей жизнью Не имея при этом пророчества или откровения от Бога Пока не пройдет испытание Тана Девии Эль-Ягу Глава 5 Почему Авраам заслужил жизнь без боли и искушений здесь, на земле Которую праведным предначертано получить только в будущем мире Это потому, что он подверг опасности свою жизнь ради Божьей славы Вур-Каздиме Конец цитаты Еврейский народ был зачат через самопожертвование своего основателя Авраама Такое самопожертвование – кульминация принятия ярма неба Только так мог возникнуть народ достойный возвышенной миссии Служить Божьим посланникам Вот что говорят мудрецы о стихе Эстер 2.5 Был один еврей в столичном городе Сузы Эстер Раба 6.2 Комментарий Некоторые говорят, что Мардыхай имел духовное величие Авраама в своем поколении Как Авраам отдал себя в огненную печь и восстановил знания человечества о Божьем величии, как сказано «Души, которые они привели в Харане» – Берешит 12.5 Так и в день Мардыхая народ узнал о Божьем величии, как сказано «Многие из народов земли стали евреями» – Эстер 8.17 Мордыхай провозглашал Божью единственность и освящал его имя, почему и был назван еврей – Иудий, как в стихе «Был один еврей» – Читай не «Иудий еврей», но «Ехидий один» – В этом фрагменте мудрецы преподают два важных урока. Во-первых, еврей должен провозглашать Божью единственность, подражая в этом Аврааму. Соответственно, еврейский народ назван словом «Еудин» – «Евреи», родственным слову «Ехидий» – «один». Второй урок состоит в том, что Авраам и Мардыхай символизируют всю еврейскую нацию в целом. Евреи уникальны в том смысле, что только они владеют истиной. Следовательно, они должны подражать первому еврею Аврааму и самоотверженно стоять в этой истине. В Псахим 118 алиф мы читаем «Когда Немрод бросил Авраама в огненную печь, ангел Гавриил сказал Богу – «Владыка Вселенной, позволь мне сойти и загасить печь, чтобы спасти из нее святого». Бог ответил «Я уникален в моем мире, а он уникален в своем. Те, кто уникален, должны помогать друг другу». Впрочем, поскольку Бог не отказывает никакому существу в причитающейся ему награде, он добавил «Ты будешь удостоен чести спасти трех его потомков – Ананию, Месаила и Азарию». Конец цитаты. После этого Авраам покинул Урк-Аздим и начал исполнять свою миссию – провозглашать Божью единственность и венчать его царем над всем миром. Как видно из процитированного фрагмента «Авода Зара», в тот момент Аврааму было 52 года. Именно тогда и начались две тысячи лет Торы. Авраам узнал Тору Божьи правила, пути и ценности. Первые шаги на этом пути он сделал самостоятельно, а затем Бог втайне помогал ему, поскольку видел, что Авраам ищет очищение. Об этом говорится в Танхума, в Айгаш 11. Хотя Тора еще не была дана, сказано, «Это потому, что Авраам послушал моего голоса». Берешит 26.5. Откуда Авраам узнал Тору? Раби Шимон Бар-Юхай говорит, «Его две почки стали, как два кувшина с водой, и Тора выплыло из них». Раби Леви говорит, «Он выучил Тору самостоятельно». По большому счету противоречия здесь нет. Авраам успешно освоил Божьи пути, потому что им двигало страстное желание познать своего Создателя, а также потому, что Бог улучшил его мыслительные способности. Бог помогал Аврааму воспринимать информацию и обдумывать ее, постепенно готовя его к выполнению его задачи. Когда Авраам достиг совершенства, Бог открыто объяснил ему свои заповеди. Мудрецы говорят, Танхума, Беар 1, «Пока Израилю не была дана Тора, Авраам хранил ее». Раби Шмуэль Барнахман сказал от имени Раби Александрая. Авраам даже хранил равинские законы субботних границ. Смотри так же, берешит Раба 64, 4. Авраам начал возвещать об имени Бога, напоминать людям, что Он – царь всего мира. В Танад-Вии Эль-Ягу сказано, глава 6, «Авраам и Сара пошли в землю Ханаан. Все человечество собралось к ним и спросило, «Что такого особенного в вас, что с вами произошли все эти события? Авраам немедленно встал и рассказал им все, что произошло с ним, начиная с Урка-Сдима и заканчивая текущим моментом. Как сказано, «Кого Бог поднял с востока? По чьим стопам идет праведность? Бог полагает перед ним народы и дает ему править царями. Его меч превращает их в прах. Его лук в рассыпанную солому». Ешаяу 41.2 Раша объясняет, что заставило Авраама уйти из Арама на востоке в Эрец-Исраэль. Его правые дела были с ним, куда бы он ни пошел. Конец цитаты. Вот что говорит Радак. «Кого Бог поднял с востока, это Авраам, которого Бог поднял с востока, место его рождения. Бог поднял его из дома идолопоклонников. Куда бы он ни пошел, то есть куда бы ни привели его его шаги, он объявлял праведность и истину». Конец цитаты. Здесь проглядывается намек на приведенный выше инцидент с Авраамом, когда звезда с востока, символизирующая Авраама, поглотила четыре звезды с четырех ветров. Звезда с востока – это Авраам, которому было предначертано восстать с востока, от Арама до Эрец-Исраэль и поглотить четыре царства четырех ветров. Из Ешеягу и приведенных Медрашей мы узнаем два важных принципа. Во-первых, только благодаря Богу Авраам смог исполниться смелости и покинуть свою родину. «Если Бог видит, что человек ищет очищение и освящение, пренебрегая опасностями, он дает такому человеку духовную силу». Это произошло с Шаулем, когда он услышал, что ОМОН проклял Израиль и потребовал выбить правый глаз всем людям Явиса Галатского. «Дух Бога мощно сошел на Шауля, когда он услышал эти слова и в нем закипел великий гнев». 1 Шмуэля 11.6 Йонатан переводит этот стих так «Дух Храбрости сошел на Него от Бога». Когда в другом случае на войну со Мноном пошел Иефай, «Дух Господа сошел на Иефая». Судьи 11.29 Йонатан переводит так «Дух Храбрости сошел на Иефая от Бога». Похожие слова мы читаем о Шимшоне, когда он воевал с филистимлянами. Судьи 15.14 Смотри Таргум Йонатан Ясно, что Дух Бога просто помогает тем, кто сам ищет очищение. Так во всех описанных случаях люди ревностно выступили в защиту Бога и Израиля, за что Бог укрепил их своей силой. Бог может сделать и противоположное, как в 1 Шмэля 16.14 сказано о Шауле. «Дух покинул его». В первую очередь человек обязан доказать, что достоин получить Божий Дух, совершив акт самопожертвования. Только в этом случае он может рассчитывать, что Бог поможет ему. Именно так и произошло с Авраамом. Поскольку Авраам с самого начала не боялся опасностей, Бог возвысил его дух и дал мужество не бояться испытаний, в том числе в войне с четырьмя царствами. Смотри Берешит 14 с комментариями на него. Второй принцип, который мы извлекаем из вышеупомянутых текстов, состоит в следующем. Распространяя владычество Бога по лицу земли, Авраам учил людей справедливости и милосердию, поскольку это качество Бога. В Ялкут-Шимони говорится, Таилим 869. Кого Бог поднял с востока? По чьим стопам идет праведность? Ешаяу 41.2. Раби Реувен сказал, Сон идолопоклонников помешал им прийти под крылья Бога. Кто разбудил их, чтобы они могли прийти? Авраам. Не говоря об идолопоклонстве, их милосердие также спало, и Авраам разбудил его. Как он это сделал? Он открыл гостиницу, где принимал прохожих, как сказано, Авраам открыл гостиницу, Эшел, в Бейршеве, Берешит 21.33. Раби Элазар сказал, Что значат буквы Эшел, Алиф Шин Ламет. Это значит Рашет и Ивод, первые буквы слов, Алиф Ахилла Еда, Шин Штия, Питье, И Ламет, Левия, Проводы в дорогу. Конец цитаты. В Танадевии, Илиягу, там же говорится, Как только они услышали от него Тору, они увенчали его царем над собой. Рамбам комментирует, Илхот Авода Зара 1.3. Авраам ходил, призывая и собирая людей от города к городу, от царства к царству, пока не пришел в Ханаан. Он воззвал, как сказано, там он призвал имя Господа, Бога Вселенной, Берешит 21.33. Когда люди собрались к нему и спросили его о его словах, он говорил каждому из них в соответствии с его природой, пока не возвращал его к пути истины. Таким образом, десятки тысяч собрались к нему, и это люди дома Авраама. Авраам вселил в них этот великий принцип, записав свитки и сообщил об этом своему сыну Ицхаку. Ицхак начал учить и увещевать. Ицхак сообщил Яакову и назначил его учить, и Яаков начал учить и поддерживать всех, кто присоединился к нему. Яаков учил всех своих сыновей. Он отделил Леви и назначил его главой и создал ему Ешиву, чтобы учить путям Бога и сохранять заповедь Авраама. Он повелел своим сыновьям, что никогда не должен прекратиться глава из потомков Леви, чтобы знание не было забыто. Это предприятие постоянно расширялось среди потомков Яакова и тех, кто присоединился к нему, и появился народ, знающий Бога. Тогда, когда Израиль уже долго был в Египте, они обратились к изучению дел египтян и поклонению идолам, подобным им. Все, кроме племени Леви, которая твердо стояла в воле патриархов и никогда не поклонялась идолам. Основание, заложенное Авраамом, было очень близко к истреблению, поскольку потомки Яакова вернулись к ошибкам и извращениям мира. Однако Бог из любви и клятвы, которой он клялся Аврааму, назначил Моше отцом всех пророков и послал его. Конец цитаты. Бог выбрал Авраама, чтобы создать отделенный народ, который продолжит нести высокое предназначение творения, создать мир абсолютного добра под началом Бога. Господь сказал Аврааму, «Я поддержу мой завет между мной и тобой и твоими потомками после тебя через поколения. Вечный завет! Я буду Богом для тебя и твоего потомства после тебя. Тебе и твоему потомству я дам землю, в которой ты сейчас живешь, как чужеземец. Вся земля ханаанская будет твоим вечным наследием, и я буду Богом для твоих потомков». Берешит 17, 7, 8. Конец цитаты. Отсюда мы видим, что хотя Бог и избрал Авраама, он еще не решил окончательно, что семя Авраама станет избранным народом. Для этого потомки Авраама должны были сами подтвердить, что достойны такого избрания. С этой целью Бог испытал три поколения – Авраама, Ицхака и Яакова. Когда он увидел, что все они были праведны, а их потомки заслуживают доверия, он определил Израилю стать избранным народом Бога. Впрочем, не все потомки Авраама стали частью Божьего народа, но только один Ицхак. Что касается Ишмаэля, то Бог повелел Аврааму изгнать его, последовав совету Сары, через Ицхака ты обретешь потомство. Берешит 21.12 Твоя жена Сара родит сына. Ты должен назвать его Ицхак. Я сохраню мой завет с ним, как вечный завет для его потомков после него. Я также услышал тебя в отношении Ишмаэля. Я благословлю его, но мой завет я сохраню с Ицхаком. Берешит 17.19.21 Авраам отдал все, что у него было Ицхаку. Сыновьям наложниц, которых он взял, Авраам также дал подарки. Тогда, когда он еще был жив, он отправил их в страну Востока, подальше от своего сына Ицхака. Перешит 25.5.6 Бог поручил продолжить священную миссию Ицхаку. Оставайся пришельцем в этой земле. Я буду с тобой и благословлю тебя, поскольку именно тебе и твоему потомству я отдам все эти земли. «Так я сдержу клятву, которую дал твоему отцу Аврааму». Берешит 26.3 Ясно, что Бог не мог поручить нечестивцу исполнение миссии, от которой зависела судьба мира. Согласно мудрецам, Санейдрин 91.1, «Когда сыновья Ишмаэля потребовали часть земли, вот летопись Ишмаэля, сына Авраама, Берешит 25.12, вот летопись Ицхака, сына Авраама, Берешит 25.19». Гивия бен Пессиса ответил, «Я тоже приведу доказательства, только из Торы, как сказано. Авраам отдал все, что у него было Ицхаку. Сыновьям наложниц он дал подарки. Тогда, когда он еще был жив, он отправил их в страну Востока, подальше от своего сына Ицхака». Берешит 25.5.6 «Если отец дает своим детям подарки как наследство в течение своей жизни, точно очертив, сколько получит каждый и затем отсылает их друг от друга, может ли кто-то из них иметь жалобы друг против друга?» Конец цитаты. В Берешит-Раба 61.7 содержится дополнение, «Они ушли пристыженные». Нечестивый Эсав тоже не имеет части в миссии Израиля. Вот какими словами Ицхак благословил Яакова. «Он дарует благословение Авраама тебе и твоим потомкам, чтобы ты овладел землей, которую Бог дал Аврааму, где ты раньше жил только как чужеземец». Берешит 28.4. Подобным образом, когда Яаков ушел в Харан, Бог благословил его во сне. «Я дам тебе и твоим потомкам землю, на которой ты лежишь». Берешит 28.13. Эсав де-факто признал это, когда покинул Эрцисраэль. «Он уехал в другую землю, подальше от своего брата Яакова». Берешит 36.6. «Поскольку Авраам, Ицхак и Яаков доказали свою пригодность, Бог постановил раз и навсегда «Народ, который Я образовал для Себя, будет говорить о Моей славе». Ишаяу 43.21. Таким образом, Бог инициировал процесс рождения от Авраама, Ицхака и Яакова, особого народа, избранного и святого». Продолжение следует...